Приём, приём, приём. 19-го, значит, надо работать избушке, надо работать антенне. А на сегодня у меня, как всегда, опасность другого места горла. Горло и бронхит опять. По чуть-чуть подходит, чувствую. Так шо-шо, несите ваши травки и корышки. Будем пить чай, невкусный, но зато пользительный. Профилактика не помешает. Света е, травок нема. Несите часть, какая на сегодня у нас. Вчера была пятая, значит, сегодня шестая. Серия шестая. Педали дали, и у то погнали. Серия шестая. Мы высадились на берег около одного островка, лежавшего при входе в залив. Ямба стала подавать дымовые сигналы, столбы, чтобы известить племя о нашем прибытии. Мы тут-то! Мы приехали! Вы где? Мы решили не говорить туземцам, что нас принесло к этим берегам ручей. Мы решили не говорить. Напротив, мы сговорили, что будем рассказывать, как объехавший кругом все побережье, мы соскучились по своим друзьям и захотели к ним вернуться. Дратуйте! Подумайте только, как трудно было мне выполнять такую роль. Я же не актер, еще тот. Когда внутри меня все просто переворачивалось от этой бессильной злобы. А тут роли надо играть. Ну, на этот раз мы не стали дожидаться, пока туземцы выйдут нам навстречу. Мы стали грести прямо к тому месту берега, где вожди и толпа уже собрались для нашей встречи. Туземцы были очень рады нашему возвращению. Их радость несколько смягчила мое отчаяние. Ну, совсем чуть-чуть. А потом со всех сторон посыпались на нас эти вопросы. Мы не знали даже, кому и отвечать. И стоит ли? И тут же же началась постройка хижины, точнее шалаша. Ритру, как его называли туземцы. В шалаш, который был вскоре готов, туземцы натащили пропасть всего съестного. В тот же вечер в честь меня был устроен грандиозный каребори. Ага. И тут я узнал, что не только личные симпатии были причиной столь радостной встречи. Туземцы потерпели жестокое поражение в битве с одним из соседних племен. И теперь они рассчитывали на мою помощь. Всемогущий пришел. Они предлагали мне стать во главе их воинов и вести их на битву. Я согласился на их просьбу, но под условием, что мне дадут двух телохранителей, или вернее щитоносцев, с разных сторон. Они должны будут защищать меня от ударов вражеских копий. Я же видел, как оно летит с разных сторон-то. Ну и так как это был первый случай моего участия в туземной битве, то я решил принять все меры, чтобы обеспечить себе полнейший успех. И тем самым поддержать свою падающую репутацию великого человека. Величайший — это я. Охотников занять должность моих телохранителей оказалось довольно много. Вон сколько желающих щиты носить. И я выбрал двух дюжих парней, храбрых в бою и искусных во всяких упражнениях. С ними я мог чувствовать себя в полной безопасности. И затем я занялся организацией своей собственной армии. Под мое начальство поступило до двухстов воинов. Двести человек. Каждый из них был вооружен пучком копий, легким деревянным щитом и короткой тяжеловесной вадди, то есть той палицей, помните, дубинка по башке. И когда все было улажено, я двинулся во главе своего войска на вражескую территорию. Пошли! В качестве обоза нас сопровождали женщины и дети. На обязанности женщин лежало снабжение воинов продовольствием, еда, а также и переноска всех вещей, необходимых в походе. После нескольких довольно утомительных переходов мы достигли удобного для сражения места. Здесь мы и остановились. А теперь я хочу описать внешность моей особы в тот день, когда я впервые выступил в роли вождя и полководца туземцев. Волосы мои были гладко зачесаны. Мне сделали прическу пучок, который торчал высоко-высоко кверху. Сверчок, я бы сказал. А в пучок воткнули мне целый веер белых и черных перьев. А? Тумба-юмба! Это я. Лицо мое коричневое от загара было расписано красками четырех аж цветов. Желтой, белой, красной и черной. Две параллельные дугообразные линии, белая и черная, украшали мой лоб, а щеки были размалеваны ярко-желтыми кривыми полосками. На каждой руке, немного пониже плеча, было по четыре разноцветные полосы. А? Мои флаги. Полосы были у меня даже на груди, а по животу тянулась широкая полоса желтого цвета. На мне был надет небольшой кожаный фартук, разукрашенный перьями. Ноги мои были также расписаны полосками, та везде полоса. Вид у меня был самый ужасный. Вот так я был размалеван. Сверчок. И когда мы пришли на место, которое я считал удобным для сражения, мои воины принялись разводить костры. Они вызывали дымовыми сигналами неприятеля. На бой вызывали. И вскоре появились ответные сигналы врагов. Но должно было пройти не менее суток, прежде чем неприятельская армия появилась бы на поле битвы. Сидим. Ждем. Чекаем. И эти сутки я употребил на разработку наиболее выгодного и удобного плана сражения. Я отрядил человек сорок под начальством одного из вождей и приказал им занять небольшую рощицу. Этот так называемый резерв должен был по особенному сигналу внезапно ринуться на врага в тот момент, когда я издам воинственный крик племени. Варахо! Вот так должен прозвучать мой сигнал. Я был просто убежден, что одного этого внезапного нападения будет достаточно для победы. Я же все знаю. Я Блицкрик знаю. Туземцы не имели никакого представления о резервах, о засадах и других тактических приемах. Они вводили в битву все свои силы одновременно и сразу. Местный способ войны состоял в том, что воины в рассыпную бросались друг на друга и сражались до тех пор, пока один из отрядов не обратится в бегствие. Незадолго до сражения у меня появилась блестящая мысля. Обычно мысля всегда приходит опосля, а тут бздень и на тебе блестящая мысля. Мне пришло в голову, что если я взберусь на ходули и с этой высоты начну пускать неприятеля стрелы на ходулях, то враг от неожиданности непременно покажет нам тыл. Так оно и вышло. Открылись тылы. Когда оба неприятельских отряда сошлись на близкое расстояние, то с обеих сторон вышли, как и всегда, вожди и затеяли перебранку. Бронитесь, бронитесь. Я в этой перебранке никакого участия не принимал, и я держался в сторонке. Я наблюдатель. Я наблюдал. Наши крикуны, они всячески издевались над врагом, кричали, ворчали, что у вражеских воинов нет мужества, достоинства и т.д. и т.п. Что они трусы, трусы. Что их печени и сердца будут скоро съедены нами, победителями. И все это сопровождалось размахиванием рук, прыжками и всевозможными гримасами. Виск, хохот, дикие крики — все было необходимым вступлением к этой битве. А смеется кто? Смеется тот, кто последний. Ага. Не знали такую присказку? И, наконец, обе стороны достаточно разъярились. Первое копье полетело в неприятеля. И тогда я встал на свои ходули. Где мои ходули? И я выбежал перед фронтом. Несколько неприятельских копий полетело в меня. Сразу полетело. А я ж дура выше всех. Но мои телохранители успешно отразили их щитами. Что они тоже на ходулях? И тогда... Тогда я выпустил из лука несколько стрел одну за другой. Мах за махом. Мах-мах. Стрелы так и посыпались на голову неприятеля. Испуки смятения, вызванные этим, были неописуемы. С громкими криками и завываниями враг обратился в беспорядочное бегство. Мои воины преследовали врага, беспощадно избивая тех, кого успевали догнать. Ага. Будете корчить гримасы? Битва была выиграна. И тут мне пришло в голову, что не дурно было бы войти в дружбу с этим побежденным племенем. Может быть, эти люди окажутся мне полезными впоследствии. И далее мне пришло на ум, что если я сумею создать себе громкую славу среди этих бродячих племен, то слух обо мне разнесется далеко вглубь страны. А это... Это очень, знаете ли, могло мне пригодиться в моих попытках вернуться к цивилизованному миру. Вот она моя мечта. Цивилизация. И я сообщил о своих мыслях вождям. Они согласились начать мирные переговоры. Тем временем побежденные воины успели привести свои ряды в порядок и заняли новые позиции. Отбросив в сторону свои ходули, а наши они меня сейчас, я пошел в сопровождении вождей навстречу неприятелю. Знак примирения мы несли в руках зеленые ветви. Веточки несли. Зеленуха. И вот, подойдя ближе, я знаками дал понять остолбеневшим от изумления врагам, что мы желаем заключить мир с ними. Мое предложение было сначала встречено с большим недоверием. Как так-то? Мир во всем мире. Но скоро мне и нашим вождям удалось убедить неприятеля в нашей искренности. Ты на глаза наши посмотри. Бывшие враги охотно пошли на мировую. Они признали мое превосходство. Это да, действительно. Их вожди вышли вперед и встали передо мной на колени в знак покорности. После этого обе неприятельские армии соединились в одну дружную толпу. И мы все вместе вернулись к месту нашей стоянки. Немедленно начался торжественный корыбори, продолжавшийся всю ночь. Гуляли всю ночь до утра, как в той песне. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Это мы. И я тоже. Вот так мы и погуляли. Мы простояли в этой местности более недели, устраивая ежедневно празднества. И с каждым днем все более и более сближаясь с нашими недавними врагами. Глава четырнадцатая. И снова началась однообразная жизнь. Будни. Я отправился с ямбой на рыбную ловлю и терпеливо ждал удобного случая выполнить свое намерение. Снова попробовать добраться до европейцев-переселенцев. За это время я сжился с туземцами. И так сжился, что не без участия относился даже к их семейным отношениям и домашнему быту. Особенно меня интересовали дети и женщины. Я с очень большим удовольствием следил и наблюдал за этой черномазой детворой. Следил за их забавами, занятиями, играми. Играют угольки. Прежде всего, о них можно сказать, нисколько не преувеличивая, что как мальчики, так и девочки раньше выучиваются плавать, чем бегать. И это точно. Матери не очень-то заботятся о своих детях. Они не беспокоятся об них. А те целыми днями барахтаются себе в воде. Лепаются. Как они там и родились. И уже с трехлетнего возраста мальчуганы забавляются метанием друг в друга игрушечных копий. А бы в глаз не попадло. Для этого употребления употребляются длинные сухие камышинки, добываемые на ближайших болотах. В возрасте девяти или десяти лет они меняют свои камышовые копья на более тяжелые, деревянные, с костяными наконечниками. А уже далеко не игрушечные, не холостые. И для мальчиков этого возраста часто устраиваются состязания, соревнования, чтобы испытать их ловкость и искусство в метании копья. Наградой служила похвала родителей или вождя, а то и просто взрослых мужчин-воинов с опытом. Кроме метания копий друг в друга, был еще способ для испытания ловкости мальчиков в этом деле. К ветке дерева подвешивалось на ремешке кольцо, сквозь которое мальчики и должны были прокинуть это самое копье. Все вожди и воины племени присутствовали на таком состязании. Все были. Иногда отличившийся мальчик получал награду. Это были ножные браслеты или связку мелких раковин. Нету кубка. Нема. В возрасте около шестнадцати лет мальчики причисляются к взрослым мужчинам племени. Шестнадцать лет. Но звание воина они получают только лишь через два или три года, по достижении совершеннолетия. Церемония получения звания воина, она очень любопытна. Обыкновенно это бывало весной. Обычно. Юноша не просто получал звание. Он должен был, так сказать, заслужить его. Всех испытуемых, нередко человек до двадцати, прежде всего удаляли в пустынное место, далеко от селений и лагерей. Здесь в течение одной полутора недель юноши постятся самым суровым образом. Это и есть первое испытание. По окончании поста начинаются дальнейшие испытания будущих воинов. Кто это прошел? Роль экзаменатора выполняет один из вождей. Юноша стоит перед вождем с самым бесстрастным видом. На его лице должно быть написано полнейшее равнодушие. У него не должен дрогнуть ни один мускул. Вождь вонзает копье в бедро юноши. Колет им руки и икры юноши. И попробуй только шевельнись. И это повторяется много раз. Но серьезных ран вождь, понятно, не наносит. Если во время этого мучительного испытания юноша сохранит полнейшую неподвижность тела и лица, то испытание считается выдержанным. Но малейшего содрогания губ или чуть слышного вздоха этого достаточно, чтобы лишить юношу права на звание воина и отложить испытание до следующей уже весны. Юноша, который несколько раз не смог выдержать этого жестокого испытания, несколько раз, он просто презирается всем племенем. Его приравнивают к женщинам. Он никогда не получит звание воина. Но, выдержавши испытание копьем, юноша подвергается следующему уже испытанию. Теперь его испытывают бегом. Бегом. Он должен пробежать расстояние в 2-3 километра, добежать до известного места, схватить там воткнутое в землю копьецо и тотчас же бежать назад. В чем смысл? Для этого бега установлен срок. И только тот юноша, который не опоздает, и получает звание воина. Пройдя с успехом троякий искус, пост, удары копья и бег, юноша, наконец, получает звание воина. Ну, а что касается девочек, то они почти не пользуются вниманием туземцев. Женщина для австралийского дикаря – это низшее существо. Самое. Дно. С нашей точки зрения женщины туземных племен скорее безобразны, чем красивы. Это действительно так. Широкий сплюснутый нос, помните, плоскоголовые, широко расставленные глаза, низкий лоб и мясистый подбородок. Ну, мало красоты в таком лице. Ну, попадаются, правда, исключения тоже. Встречаются более миловидные лица, но они и очень редки. Но, несмотря на общую уродливость женщин, на кореборе по случаю свадеб мужчины с большим воодушевлением воспевают красоту и добродетели невесты. Красавицами туземцы считали всех девушек с очень широкими и приплюснутыми носами. А как? Красиво. Большой нос с широко расставленными ноздрями считался показателем физической силы у мужчин. Только в раннем детстве женщина считалась равноправной. Только тогда. Девочки были товарищами мальчиков в играх. Но как только девочке перейдет за 10 лет, она теряет эти преимущества. Она получает палку и плетеную корзинку и должна сопровождать мать, когда та отправляется за корешками. Вот это и есть твое призвание. Корзинка и корешки. Матери обучают подрастающих девочек стрепне, устройству печей для изготовления пищи. Постройка шалашей также лежит на женщинах. Они не должны были тащить на себе и все пожитки во время переселений племени. Они же должны были тащить это все. Но я удивлен, что они и печи строят, и дома. А те что, мужики, даже не носят, что ли? Охота? Спать, отдыхать? Во время обеда женщина не ест вместе с мужем, а повезти в главу семьи о том, что все готово, на то он и есть глава семьи, чтобы знать все это. Жена отходит в сторонку. И только тогда является муж, все я, и отбирает себе самые лакомые кусочки. И пока он ест, жена и дети стоят поодаль. Прямо как волки в стае. И время от времени хозяин дома бросает им через плечо кое-какие обедки и кости. Это что через плечо? Вот так и бросает. И это считается абсолютно нормальным здесь. Послеобеденное время воины посвящают выделыванию оружия. Это одно из любимейших их занятий. Воин не пожалеет срубить целое дерево, чтобы сделать из него только одно древко для копья. Особенно старательно выделывались ими щиты. Оделка и резьба щита вполне соответствовали военным заслугам. Ловкости и храбрости его владельца. И чем больше отличался какой-либо воин на поле битвы, тем замысловатее становилась резьба на его щите. При знакомстве с жизнью чернокожих я не мог не заметить одной из их замечательных способностей. Они очень хорошо разбирались в следах. Еще те следопыты. Они не только могли сказать, какой это след – старый, новый и т.д. Они узнавали, чей он. То есть принадлежит ли он одноплеменнику или чернокожему из другого племени. Даже так отличали. Надо сказать, что каждое племя владеет особой территорией, по которой и кочует. Границы каждой отдельной территории строго обозначены. Это или большие деревья, или цепь холмов, речка, овраг, гряда скал и т.п. За границу своих владений ни один чернокожий никогда не переступает. Все как у животных. Заметили? Охота на чужой земле наказывается смертью. И даже женщина, если ее застанут за рытьем коренев на чужой территории, даже она не избежет такой участи. Хорошо разбираясь в следах, чернокожие легко узнают по ним о случаях нарушения границы племени. Они так прилежно изучают следы, что тотчас же узнают, чей это след. И если окажется, что след чужой, снаряжается целый отряд, который и идет против племени, нарушившего границу. Поэтому-то войны и были так часты среди туземцев. Ну, че вы воюете, а? Глава пятнадцатая Все это было напрасно. А что? Ямби очень хотела, чтобы я навсегда остался с ее племенем. Навеки вечные. Аминь. Навсегда. А воно мне не надо. Она постоянно говорила, говорила, говорила о том, как мне будет хорошо. Построила для меня большой шалаш. Вон какой стоит. Старалась всячески вовлечь меня в жизнь чернокожих. Но все это было напрасно. Я часами простаивал на берегу, надеялся увидеть хоть какой-нибудь корабль. Прошло около десяти месяцев с тех пор, как я снова попал в племени Ямбы. Жизнь среди чернокожих надоедала мне все больше и больше. Оно мне настолько все остромырдило. Я чувствовал необходимость поменять ее, изменить все это. Перемен требуют наши сердца. Хоть куда, хотя бы и в худшую даже сторону. Перемен подавайте. Новый ветер. Перемен. Я боялся, что сойду с ума. От этого всего однообразия. Каждый день одно и то же. Каждый день дребедень. Жизня навманья. Нравы и обычаи туземцев мне опротивили. Все остачертело. Их жестокое обращение с женщинами начало меня так раздражать, что я едва сдерживался. И мне нужно было уходить. Бо я всех тут повбываю. И я решил двигаться морем. Морем пойдем. Но на этот раз у меня явился другой план. Совсем другой. Я намеревался плыть к югу. Кардинально. Ямба согласилась плыть вместе со мной. Моя вечная помощница. И вот однажды мы снова покинули ее родной берег. Я захватил с собой лук и стрелы. У ямбы было множество всякого продовольствия. Когда мы вышли в море, погода стояла распрекраснейшая. Море было спокойно. Штиль. Ветер попутный. Через несколько дней плавания мы попали в узкий пролив между скалистым островком и материком. Мы в него попали. И мы решили остановиться здесь. Судя по некоторым признакам, это место нередко служило становищем для туземцев. Это был их стан. Всюду виднелись следы костров, валялись обглоданные кости. — Значит, точно, туземцы. Изобилие крупных раков позволило нам приятно поразнообразить нашу еду. — Раки? Может, крабы ракообразные? — Раки в море — это что-то новенькое. Я попробовал сейчас краба. А ну, несите в избушку, а? С чайком. — Из маслом сливочным. Вот это мечта! Еще та! Через два дня мы тронулись дальше, поевший раков. Мы продолжали придерживаться берега, как обычно, бережка. Здесь было много островков, частью бесплодных и скалистых, частью покрытых богатой растительностью. К некоторым мы приставали, причем нередко приходилось находить на них то обломок мачты, то обрывок каната, то доску. Все это были признаки того, что когда-то, по соседству, здесь бывали белые люди. И вот прошло уже целых два месяца со дня нашего отъезда. Он, как время, бегет. Мы очутились в Большом заливе. Как я узнал позднее, этот залив назывался Королевский. А, какой? Король. Очень приятно. И, находясь случайно среди одного племени, я вдруг услыхал невероятную новость. Один из вождей сказал мне, что в другом стане, на расстоянии нескольких дней пути, имеются две белых женщины. Ого! 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 Скажу я вам. Аж две белых женщины. И они в плену у этого вождя. Судя по рассказам туземца, эти женщины были захвачены в плен после кровопролитной схватки с какими-то белыми мужчинами, прибывшими в эти края на огромной лодке. В кавычках. Не поделились, что ли? Что-то. Чего? Я решил немедленно повидать этих пленниц. Моя лодка была причалена в надежном месте сразу же. И я поручил ее охране туземцев. А сам с Ямбой отправился сухим путем разыскивать становище того племени, о котором в ней сказали. Земли этого племени, как оказалось, лежали между рекой Ленарт и Фитцрой. Место, которому я направлялся, называлось Дерби и находилось по соседству с Королевским заливом. Но где тут король? Вначале дорога была не из приятных. Местность была очень сильно изрезана бесчисленными заливчиками и бухтами. Ух ты! Мы вышли из бухты! Но по мере того, как мы продвигались вперед, она менялась. И теперь перед нами расстилалась ровная и низменная, напоминающая прекрасный парк, долина. На северо-западе виднелись гряды скалистых гор. Здесь нам попадались бутылочные деревья, мои любимые, чтоб не сдохнуть. Иногда увешанные множеством крупных плодов. Значит, вот оно тут, изобилие. Туземцы называют эти плода паппа. И они очень вкусные, эти папы. Туземцы Дерби уже знали о моем приходе. Вон как оно все у них быстро работает. Им сообщили об этом, дымовыми сигналами. Но только как они понимают по этому дыму? Я до сих пор еще не разгадал. Как сообщения понимаются? Их становище было это несколько салашей, разбросанных в низинке. Я тотчас же показал свою палочку-паспорт. «Ага, да вы?» «Яка у меня палочка?» «Ага, выручалочка». И ее отнесли бережно к вождю, который вскоре пришел и начал со мной разговор. «М? работая, работая, палочка». К несчастью, этот человек говорил на ином наречии, чем племя Ямбы. С помощью знаков, подмигивания и мимики я объяснил ему, что хотел бы провести среди его племени несколько дней. И он охотно согласился на мою просьбу. Я к тому времени уже очень хорошо знал обычаи и нравы туземцев. Я знал, что они в знак своего внимания ко мне предложат мне выбрать себе одну две жены. Ага, затем и приехали. Ну, на этот-то обычай я как раз и рассчитывал, размышляя о тех белых соплеменницах. Я уже многое представлял. Одна слева, одна справа, как те щиты. Ха! Мне очень хотелось поскорее увидеть их. Но я молчал. Я даже не показывал, не мигал даже. Весь день я провел в обществе вождя, и я ни слова не сказал ему, про его пленниц. Этого требовали правила приличия. Это да. И мужчина, обнаруживший интерес к женщине, терял всякое уважение у туземцев. Угу. Так что я все учел. Еще тот переговорщик. Вечером начался грандиозный корыбори в честь моего прибытия. Но покореборим мы сегодня. И вот когда я сидел перед огромным костром и вместе с дикарями, вождями и воинами пел их песни, ко мне подкрылась ямба. И она шепнула мне, что разыскала, и она увидела тех белых женщин. А ну, где ты дывы. Я никогда не забуду моего тогда волнения. Женщины моей расы, они здесь, не плоскоголовые. Они здесь, рядом, где-то здесь. И к тому же ямба добавила, что они говорят моим языком, что они молоды. Ага, немаловажно. И находятся в ужасном положении. А я и есть. Я их освобожу. И согласно местному обычаю, эти женщины были собственностью вождя. Вот так вот. Я освободитель. Некрасив был этот вождь, некрасив, не для него делали. Признаюсь, редко я видел такое неприятное лицо. Это чтоб не сказать морда. Вождь был высок и хорошо сложен. Его череп был сильно сдавлен с боков. Кто тебе так сдавил его? И конически выдавался на затылке. Яйцеголовый. Нижняя часть лица она была сильно выдвинута в перот. И в его-то руках находились вот эти белые мои соплеменницы. Оно тебе надо? А? И первым моим побуждением было вскочить и бежать к моим соплеменницам. Но это было бы неосторожно. Угу. Нельзя так. Не можно. Нельзя было возбуждать подозрений чернокожих. А то мах и секир башка. И тогда им уже никто не поможет. И тогда я решил сообщить пленницам о моем присутствии в становище. Я встань. Освободитель пришел. И я попросил Ямбу принести мне лист водяной лилии. Костяной иголочкой я наколол на этом листе несколько слов. Зачитываю. Я написал. Друг, он близко. Не бойтесь ничего. Это своеобразное письмо я отдал Ямбе. Передать. Она же должна была сказать пленницам, чтобы они прочли это письмо, держа лист напротив огня костра. Оно все там подсвечивается. Затем я вернулся и занял свое место на Кариборе. Я продолжал разговаривать, петь песни, кричать и смеяться. А тем временем я обдумывал, как же мне поступить. Вождь был горячий и вспыльчивый человек. Еще та искорка. Отнять у него пленниц было бы ой, как нелегко. По местным понятиям он был их законным владельцем. И никак не отобрать. И я приблизился к вождю и долго и внимательно смотрел на него. Я прям выжигал его глазами. Его лицо навсегда осталось у меня в памяти. Оно было покрыто многочисленными шрамами. Это было своеобразным украшением, которое получалось путем мучительной боли. Обычно для получения шрамов прежде всего делаются поперечные разрезы на груди и на лице тоже, иногда на бедрах, а также на спине и на лопатках. Везде. И чем больше, тем лучше. Разрезы эти делаются с помощью раковины с острыми краями. Все разрезы затирают особого рода землей, потом дают ранам закрыться. Татуировки как тату, что ли. Появляется опухоль и начинается нагноение. Какие там тату. Спустя некоторое время земля из ран удаляется. И рана снова разбереживается и снова болит. И наконец, когда раны окончательно подживут, каждая из них получает вид громадного толстого рубца. А это и была цель. Эти трубцы и являются украшением воина. И я разговаривал со с вождем племени. Я надеюсь, сказал я ему, что мне дадут двух жен. Таков ведь ваш обычай. И как я и ожидал, он тот же согласился. тогда-то я и попросил его дать мне в жены белых пленниц. Ага, как я, хитер-матер, это я. Но он отказался, наотрез отказался. Я продолжал настаивать, я упрекнул его в нарушении основного правила гостеприимства. М? Как так? Долгое время вождь упорно отказывался отдать мне своих пленниц. Ведь это все его богатство. И все мне. Но другие вожди большинства знаменитейших воинов племени оказались на моей стороне. Ага, мат-мат, дипломат я. Я был гость. Вождю пришлось мне уступить. Торжественный коребори длился всю ночь. И только перед тем, как нам разойтись, вождь согласился уважить мою просьбу. И было видно, что делал он это, скрипя сердцем. И я не стал беспокоить пленец в такое позднее время. Утром я сказал Ямби, чтобы она сходила к ним и подготовила их к встрече со мной. Я еще той джентльмен. И вскоре Ямба вернулась назад, за мной уже. При мысли о встрече с людьми моей расы я так разволновался, что я совсем даже забыл о своей внешности. А по виду я походил скорее на пестро размалеванного туземного вождя, чем на европейца. К этому времени я давно уже отказался от одежды, и я носил только маленький передничек из птичьих перьев, и все оно там мотылялось. Цвет моей кожи темный-темный, он мало напоминал кожу европейца. Ямба привела меня к небольшому шалашу из прутьев. Минуту спустя я стоял перед двумя девушками англичанками. Ага, англики. Они валялись на голой земле, скорчившись, голые, грязные, исхудалые и жалкие. Перед ними ярко горел костер, следить за пламенем которого было их обязанностью. «Я белый человек, я такой же, как и вы, я друг ваш. Доверьтесь мне, я думаю, что я смогу спасти вас». Удивление их при звуке моих слов не передать словами. С одной из них сделалась даже истерика. она смеялась и плакала одновременно. Она каталась по земле. Я позвал Ямбу и представил ее девушкам. «Это моя жена». И только после этого понемногу девушки ободрились. Они подошли ко мне и ухватили меня за руки. «Спасите, спасите нас, уведите нас отсюда, избавьте нас от этого чудовища вождя». Я уверял их, что за этим-то я и пришел в становище дикарей. Я и есть освободитель. Но говорил я, нам придется немного подождать. Подождать надо. Нужно найти удобный случай для бегства. При этом я не стал скрывать от них, что мои шансы на успех еще очень-очень малы. Не бегите поперед батька в пекло. Не бегите, что за удачу я поручиться никак не могу. Ну, по крайней мере, сейчас. Не давите на меня. Ясно? Я не хотел возбуждать у них несбыточные надежды, как про мою цивилизацию. А потому и не обещал ничего твердо и прямо сейчас. Ну, мало-помалу девушки успокоились. Я сказал им, что пока я здесь, им нечего бояться вождя. Ясно? Он вас не тронет. Ну, и поговорив с ними немного, я ушел. Хоть чуть-чуть дотронулся к моей любимой цивилизации. Нужно было позаботиться о какой-либо одежде для пленниц, хотя и так было хорошо. И я придумал сшить им ее из птичьих шкурок, мои пташки. На соседних болотах водилось очень много всякой болотной птицы. Туда-то я отправился вместе с ямбой на болота. И я набил всяких разных птиц. Все, пташки. Шкурки с них мы содрали, это и был материал для одежды. А затем ямба с помощью костяной иглы и ниток из высушенных жил кенгуру, она сшила два балахона из шкурок. Это были длинные мешки с дырой для шеи и двумя дырками для рук. Как я вам объяснил? Мешок с дырками. Балахон по-нашему. Красивыми их назвать было трудно, но зато они были очень оригинальными. Оригинальны. Ага. Аутентично. пташечками будете порхать. Ямба старательно ухаживала за пленницами. Благодаря ее вниманию девушки несколько поправились. Они не были теперь так грязны, были кое-как одеты. И они наконец поверили мне, что пока я здесь, они будут в безопасности. А мне очень хотелось узнать, как они попали в чернокожим. А что ты раньше не спросил? И поэтому я попросил их рассказать мне об их приключениях прямо сейчас. Девушки согласились. Прежде всего я узнал, что они родные сестры. Их звали Бланш, и Глейдис Роджерс. Одной было семнадцать, а другой девятнадцать лет. Это среднее восемнадцать, а? Как я попал? Ага. И Бланш рассказала мне свою историю. Глейдис вставила в нее несколько добавочных пояснительных фраз. А? Как вставила. И глава шестнадцатая. Вставилась. Сестра моя и я, начала Бланш, моей дочери капитана Роджерса. Он командовал судном в семьсот тонн вместимостью. Судно это принадлежало нашему дяде. Нам всегда хотелось сопровождать отца в его плаваниях, и однажды удалось уговорить его взять нас с собой. Отправляясь из Сутерландо в 1868 году в Батавию, он взял нас с собой. Путешествие наше вначале было самое приятное, полное для нас живого интереса. Судно наше разгрузилось, где следовало, но отец не мог получить груза в Англию, а плыть без груза было невыгодно, и он решил пойти в порт Луи и попытался взять груз там. По пути в порт Луи мы неожиданно очутились ввиду судна, подававшего сигналы о несчастье. И мы поспешили к нему. Со встречного судна спустили шлюпку, и сам капитан явился к нам на борт. И он рассказал, что у него оказался большой недостаток в провианте и просил очень продать ему необходимое количество, чтобы он смог добраться до ближайшего порта. На судне у него имелся груз в полторы тысячи тонн. Он состоял из птичьего помета, так называемое гуано, ценное удобрение. Но мы поняли, что то гауно. А сейчас вы одетые пташки, да? Вон как оно все сходится. Там помет, а тут вам это, мои птички. Мы вам сделали балахоны из птичек. Пташечки. Дальше рассказывайте. И направление судна совпадало с нашим. Оно шло тоже в порт луи. Капитаны обоих судов долго разговаривали. И наконец они договорились. И мы признались капитану, что не имеем груза. Почему же вы не пойдете к Лангсгегетским островам? К Лангсегетским, спросил он. Грузите там гуано, и вы получите его даром. Мы отвечали на это, что у нас нет ни мешков, ни лопат, у нас даже тачек нет. Нет ничего необходимого для погрузки гуано. В уплату за провиант капитан встречного судна доставил нам все необходимое снаряжение. И вскоре Александрия, так звали встречное нами судно, пошла к порту Луи, а мы направились к Ланцегеттским островам. Добравшись до этих островов, изобиловавших залежами гуано, наше судно быстро нагрузилось им. Работа шла очень быстро, так что через два-три дня можно было отплывать уже от этого острова. И узнав об этом, мы попросили отца отпустить нас на денек погулять по острову. Отец согласился и дал нам нескольких матросов сопровождение. Гуляя по острову, мы зашли очень далеко. И как-то незаметно мы понемногу порастеряли наших провожатых. И тогда мы остались одни. А погода начала портиться, и только к полуночи нашим провожатым удалось нас разыскать. Но ехать на судно было уже поздно. Море оно бушевало вовсю. И тогда мы решили провести ночь на берегу. Наше судно стояло на якоре на расстоянии не более трех километров по ту сторону рифа, который тянулся вдоль берега. Ехать ночью через рифы, да еще в дурную погоду, в бурную, это было слишком опасно. Ночь прошла незаметно, а утром буря только усилилась, и наши матросы заявили, что перебираться в такую погоду через рифы это верная смерть. И мы так и остались на берегу. Мы находились в безопасности, но нашим матросам было ясно, что судно, если оно только не снимется с якоря, и не уйдет в открытое море, оно вряд ли уцелеет. С беспокойством мы следили, и наши матросы следили за тем, что делалось на судне. По-видимому, наш отец сильно беспокоился о нас, и он не решался уйти от берега. Он предпочел положиться на крепость якорных цепей и канатов, на что угодно, только бы быть поближе к нам. На уже около десяти часов утра якоря перестали держать корабль, и его начало сносить на рифы. Я и Гледис, мы не спускали глаз с этого корабля, но мы решительно ничего не понимали в морском деле. Мы спрашивали матросов, что значит вся эта суетня и эта беготня на корабле, что все это значит. А они не желали пугать нас, они только отвечали уклончиво. И вдруг мы заметили ряд сигналов, значение которых нам было незнакомо. А это были сигналы гибель корабля. И тут палил дождь, на нас лились целые потоки воды. Небо было черное, ветер выл и ревел. А мы оставались на берегу и смотрели на все это. Я и сестра начали плакать. Мы не знали, какая опасность угрожала судну, но мы боялись. Матросы, видя, что дело судна дрянь, хотели избавить нас от тяжелого зрелища. Они всячески уговаривали нас уйти с берега, вернуться на место ночлега. И им так и удалось добиться этого. Мы ушли. Долго матросы всякими хитростями удерживали нас вдали от берега, а мы так и не увидали гибели судна. И как мы узнали потом, сильная волна подбросила судна и ударила его о риф со всей силы. И судно сразу дало течь и быстро пошло ко дну. Вот тебе игуано пособирали. Даже мачты его скрылись под водой. Судно потонуло так быстро, что с него не успели спустить ни одной шлюпки. Никто не уцелел. Из всего экипажа судна остались живых только те восемь человек. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok